Ребят, мне кажется, я не знаю, какого-то гангстера отобрал Бьюик, потому что, смотри, у меня там значок этот, кастет сзади, прикинь, вместо значка. Я надеюсь, Бьюик будет очень хороший, потому что такие машины, ребят, как правило, едут. Емал, лети, только от первого лица. Всем привет, дорогие друзья, я с вами, как всегда, Юрчик, ребята, сегодня со мной играет Димка Фёдоров, это GTA 5 Online и шоу «Спуск без тормозов» с огромнейшей дуги, ребятушки. Здорово всем, пацаны. Итак, ребята, как вы заметили, я сменил свою личину, снял маску клоуна, давно было пора, в общем-то, преобразиться, но я думаю, что мой новый имидж будет выглядеть как-то вот так, ребят. Короче, в комментариях оценивайте от 0 до 10, чё вы думаете, а у нас будут небольшие изменения, потому что я почитал ваши комментарии под прошлой серией, вы предложили, в общем-то, как её можно улучшить. Поэтому, ребята, у нас сегодня будет один баллон нитро для того, чтобы пробивать максимально потолок скорости, а также, когда мы будем спускаться вниз, мы, получается, будем топить, получается, тапку в пол. Получается вот до этого вот уровня, то есть до самого нолика, ребята, так сказать. И, в общем-то, потом здесь отпускаем газ и едем по наказу, докуда машина доедет, потому что большинство машин были такие невзрачные, и, в принципе, я останавливаюсь где-то на пятёрке. Что ж, не знаю, как пойдёт, но, тем не менее, ребята, завозите лайки. Давайте, в общем-то, сейчас будем уже начинать спаунить тачки и посмотрим, что из этого всего получится. Давай попробуем. Ребята, давайте начинать спаун тачек. Напомню, что мы используем машины только из реальной жизни, но и на первый раунд по одной. Слушай, у меня Мерседес, у меня поинтереснее, только нету нитро, поэтому нужно его поставить. Друзья, мы готовы, нитро поставлено, поэтому разгоняемся. На самом деле, не факт, что и машина разгонится, конечно, до 540 км в час, но, тем не менее, как бы, надо пробовать всё. А можно с нитро поджимать, кстати говоря. Нет, поджимать нельзя, можно только переключить. Так, ну окей, попробуем, попробуем, ребятки. Ну, как вы видите, смотрите, даже несмотря на то, что тапка прям в пол давится, скорости-то, в принципе, не такие большие. Всего лишь 356. Хотелось бы побыстрее, на самом деле. 3090. О, ну я тебя догоняю, лечу вперёд. Ну, слушай, на самом деле, плюс-минус особо разницы пока нету, но и машина, возможно, просто по накату не едет. И, в общем-то, здесь отпускаем газ, ребята. Ну, слушай, ну так поинтереснее, да. Так машина по накату хотя бы едет подальше, чем пятёра, поэтому имеет право на существование. 15-ка. Да, ты там движком сильно тормозишь. Ну, слушай, я недалеко уехал, хоть у меня и скорость была больше, но 25. Здесь нужна реально машина, ребята, которая едет по накату, типа Devil's Sixty, но там вот это было бы топливо. Что ж, ладно, ребят, записываем баллы на счёт и отправляемся на второй раунд. Давай, поехали. Что ж, ладно, ребятки, три машины на спаун у меня, две у Димки и, надеемся, на хороший дроп. У меня пока субурбан, это нехорошо. Хочу какую-нибудь быструю машину, на самом деле, может быть, даже и старенькую, чтобы по накату ехала. О-о-о-о. Ой-ой-ой-ой. Слушай, у меня тут поживоз, да? Да, это поживоз старенький и какая-то вот такая тачка. Слушай, я не знаю, я по приколу возьму поживоз, серьёзно. Мне кажется, старые тачки должны ехать. Я возьму Ауди, почему бы мне это... Слушай, а это типа китайская какая-то, интересно. Второй раунд готов, ребята, нитро поставлено. Начинаем ехать и, надеюсь, что получится разогнать малюточку. Давай, поехали. Я просто кирпичом Димка вниз полетел. Слушай, ну я пожёстче полетел, на самом деле. А давай стабилизацию покажешь. Нифига себе, показала стабилизацию. Переключаем сразу максималку. 320 уже. Ну, 320 на пыжике старом. Ну, 327. Ну да, ребят, максималки, может быть, и не космические, но самое главное, что сейчас максимальная скорость у нас будет плюс-минус поддерживаться на всём участке. И, в общем-то, если машина по накату едет, это будет очень хорошо. Мне кажется, типа, маслкаров, наверное, вообще уедут теперь намного дальше. 250 было, когда я пересёк черту, и что-то ты меня прям обгоняешь. Мне это очень не нравится. Ну, не особо. Двадцаточку я уже, наверное, не проеду. Ты тоже здесь. Но машинка легче оказалась. Это да, действительно, так оно и было. Слушай, ну окей. 20 баллов у меня, 20 баллов у тебя. На следующий раунд у нас боевая ничья, но поживост был лучшим. Да, это интересно. Ну что ж, ребят, продолжаем третий раунд уже здесь и сейчас. У нас присутствует Волгарь. Мне упал. Так, у тебя руинер вроде, да? Так, бэха и лимузиандр. 164. Впервые вижу такое. 186. Она не особо длинная была, но машины невзрачные. У меня, кстати, нитро есть. Если тебя нету, то давай, как говорится, присоединяйся. Эх, ребята, жалко, Волга не чит. Но, тем не менее, окей. Ой, что-то я зря как-то перестарался. Ну, хотя, плюс-минус, у меня все машины до этого сюда и ехали. Что ж, ребята, Волгарь. Был бы чит, было бы круто, но так в целом 320, нехай себе, 330. 330? 340 даже. 370. Ну, 370. 400 на стареньком капризе? 420. Да. Е-май, ребят. Короче, ребят, знаете, что я подумал? Я так подумал, что из-за того, что мы сейчас по вашей инициативе жмем газ вот до этих стрелочек. Это прикольно, потому что есть машины летающие, типа там, ну, не знаю, те же самых Феррари 2003 года, да? То есть они вот сейчас будут очень хорошо. Е-май, ты по накатушу ушел. Я вообще хиленно ушел. 25 у меня. Е-май, ты летишь просто еще хороший запас скорости. Вот такая вот, ребята, у нас лошадка темная, так сказать. Е-май, ты там тормозить собираешься, нет? 80 взял. Е-май, ребят, вот это накат, вот это я понимаю, вот это хорошая тачка. Ну, правда, не хотел бы оказаться на этой тачке, где-то спуская серпантина крутого, мне кажется. Там было бы прям габыло. Тебя нос-то я взял. Слушай, если учесть, что обычный ведроид доехал до 90, то это достойно, на самом деле. Это очень хорошо. Да. И 95 даже накатом взял. Давайте, ребята, вам покажем, что за тачка такая интересная. И пала десяточка. Слушай, у меня очень большое преимущество и подозрение на то, что она летает. Поэтому добавили ее в базу, ребята, и может когда-нибудь попадется. Три машины, ребята, у Димки сейчас две у меня. Продолжаем. Вот такие вот какие-то необычные тачки ребята очень сильно радуют. У меня, кстати, ламба. А у тебя... Это не то. Ема. Это Камарос. Камарос это может быть, кстати, ребята, сильно. А не, это челленджер, но обычный. Все равно достойно, все равно достойно. Мы на линии старта, ребята. Давайте начинать. Кстати, кто заметил, что у меня на маске там, типа, флаг департамента полиции. Просто, знаешь, такой ушлый. Приехал, короче, на автоугон и угнал у них еще и флаг. Там все, ну понятно, ты грязный. Все не просто так, как говорится. Пробиваем, ребята, ограничителем. Разгоняем ламбу. А можно вот так вот, да, а то я уже не вижу. Еду. А ламбун, на самом деле, по максималке-то такая себе. Не самое клевое. 340 у меня, но я чувствую, что тоже скоростью пойдет на прямой. И она падает. 270. Так, я смотрю, что у нас дуга начинает побородеть немножко. Так, 270 у тебя было в период... Тут сюда наезды, я так понимаю. О-о-о-о. Да, у меня машина быстро тормозит движком. Все-таки маслкаров в этом плане получше, ребята. Они такие... Тыр-тыр-тыр. 35 взял я при этом. Я не доехал до 25 буквально один корпус. Всего лишь 20 баллов. Да, ребят, драгстеры хороши. Я не сомневался. По накату, ребят, едет. А если бы это был тот самый, ребят, он бы уехал вообще там на 150, на 200, наверное. Хотя у нас ограничитель всего в 100. Неплохой показатель. 40 баллов, ребята. Отличнейше. Продолжаем. Идем дальше. Записываем баллы себе на счет. Продолжаем-с, продолжаем-с, продолжаем-с. Так, у тебя что-то новенькое там было. Я не видел, что за тачка заспавнилась. У меня плюс-минус мустанг. Ну, такой плюс-минус интересный. И какая-то BMW Monza. Так, а у тебя Bugatti черная. Но это не та самая. Это старенькая какая-то такая. Так, ребят, я очень сильно надеюсь, что я смогу хоть как-то с Bugatti соревноваться. Потому что Bugatti максималка лютейшая просто. Там нереально лютейшая. Она хоть и самая первая, которая появилась у нас на проекте среди этих черных Bugatti. Но она... Она достойная. Блин, а я думал, если честно, мустанг будет побыстрее. Мустанг нет. Я вообще базой оказался. 340 всего. И то даже не набрал. 380. Да-да-да. 390. Да-да-да. Это жестко. Так, ладненько, ребят. Я все жду момента, когда у нас начнет прыгать дуга. И как бы я смотрю, что он уже не за городами. Не за городами. Не за горами. И не за городами. Может, тоже. 350 было, когда я отпустил. Не май. Да, ребят. Ну, тормозит тоже довольно-таки быстро. Но тут скорости решают. Максимальные, ребят. Плюс накат дают в совокупности вот такие вот хорошие показатели. 20 баллов у меня. Хоть у меня и типа а-ля мустанг маслокар. Типа такой, но такое. Да, и Bugatti тоже быстро остановилась. В принципе, как я и думал. За счет большой скорости доехала. Но наката здесь, к сожалению, не было. Блин, мне не нравится. Три раунда я проигрываю очки. Надеюсь, что вперед все-таки получится вырваться. Продолжаем, ребята. Я очень сильно, кстати, надеюсь на какой-нибудь чит. Было бы интересно посмотреть, как они себя покажут. Хотя, в целом, в целом, они все тормозят очень быстро, я думаю. Так, реношка у меня какая-то неинтересная абсолютно. И Skoda Octavia мне падает. У тебя там непонятно пока что. Ferrari FXK и Evera вроде как. Так, интересности у реношки под капотом. Давайте протестируем ее. У меня есть Nitro, кстати говоря. Ферраричку я возьму, да. Окей. Итак, ребят, начинаем следующий раунд. И, в общем-то, хочу сказать, что не зря я взял вот такую малютку. Это новенькая тачка. И под капотом там неплохо. Я в надежде на то ее взял, что она поедет. Так, давайте вот так от первого лица начнем. Вот это Рено Клио, братан. 300 взял. Угадай, сколько еду на Рено. Сколько? 430. 325. 400, мать его, 30 на каком-то вот таком вот хренолете. Я бы его назвал. Я на линиях влетаю со скоростью 400, братан. Ема. Вот это Рено Клио. Вот это вот просто черная лошадка. 240, когда я влетел. Ну, слушай, тоже хорошее скорость, на самом деле. Я уже 45 очков взял. Неплохо. Да, я вообще в шоке, казалось бы. Я более чем уверен, ребята, что эта машина тоже должна летать в длину. А 50 баллов и все. Движок у меня сел. 20 баллов у тебя. Клио пятера. Ну, интересное название для машины. Что за Рено Клио? Я такое не помню. Так, ты у нас взял 20 баллов, ребята. Вот такая вот Феррари заряжена. Но, на самом деле, она слоупок тот еще. Поэтому, ну, плюс-минус, наверное, я ожидал. Ладно, погнали дальше. Продолжаем, ребята, спаун-тачик. Наконец-то я вырвался вперед. Значит, у меня три машины. Ну, и надеемся на хороший дроп, ребята, продолжать. Так, 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 так. Надеемся продолжать. Ну, вроде плюс-минус правильно. Так, корвет. Ямай. Спокуха. Лянсер. Такое себе. Волтик. Такое себе жалко взять нельзя. Ой, куда ты? Куда ты полетел на своем субурбане или что это? Так. Порш интересный у тебя. А у меня рейндж-ровер вела. О, они... О, это не тот. Это не тот. Меня обманули. Ну, я, наверное, возьму внедорожник, но я в нем не уверен. Что ж, ребята, новенький Порш, кстати, прикольно смотрится. Типа а-ля бокса походу какой-то. И, в общем-то, мой рейндж-ровер. Рейндж-ровер. Такое себе на самом деле. Прикольненький так-то. Да, выглядит неплохо. Как минимум. О-о-о-о-о, братиш, ты че? Я вижу где-то там. Я от первого лица только что кое-как удержал. 330 плюс-минус. Смотрю, скорость одинаковая у нас. Ну, я чуть быстрее, но... На линии будет в районе 300 где-то, думаю. Ну, слушай, мне больше интересует накат именно, потому что только благодаря ему, в принципе, здесь получаем баллы. 260 всего лишь. Так-то. Ну, 250 влетел на стрелках. Ну, не особо. Ты полегче, наверное, будешь. Хотя плюс-минус, может быть, в одну и ту же цифру и упадем. Че-то прям уныло. Прям реально уныло. И у тебя тоже 20-ка, я до 25 чуть-чуть не доезжаю. Да, ребят, боевая ничья в этом раунде. В принципе, ничего я не ожидал такого. Да, ну, можно было бы, слушай, побольше, но как-то так. Продолжаем, ребят, по три тачки друг у друга. Опа, тебе грабли надо? Так, это хрень из КТА. Ух ты, что такое? Инвайдер какой-то. LX 570, ты инвайдер? Это че за тюнинг такой, Лехи? Видишь его? Прикольно смотрится. Так. А, два одинаковых, я переспауню один. Что с тобой не так? Масоровоз. Че с масоровозом? Ты че делаешь? Э, ты больной? Тервози. Понимаю. Не знаю, угл отдал. Короче, интересный, ребята, Лексус. Но, к сожалению, Лексус под капотом прям печально медленный. Поэтому Ламба тут безоговорочно. Так, ребят, вроде Димка где-то здесь. Скажи, что за тачка у тебя? Я тебя не вижу. Раптор какой-то. Ты меня что-то двигаешь. Форд. Раптор. А, серьезно? Я тебя не видел. Я, короче, уже все. Поехал, начинай тоже. Я очень сильно надеюсь, что у меня хорошая, быстрая, заряженная Ламба. Потому что выглядит, как минимум, она прикольно. А по скоростям она плюс-минус не такая интересная. Какой-то, блин, Ренок Лио был быстрее, чем Ламба вот такая заряженная. Ребят, понимаете просто, во сколько у нас разбросачек? Сколько? 370. У меня на стрелках будет 265. Вообще ни о чем. 310 на стрелках. Неплохо ездишь по накату, кстати, ЕМА. Ты у меня загрузился, прикольно смотришься. Неплохой такой, на самом деле, Раптор. Ну да, да, да. Так, а я доезжаю до 25 хотя бы, не особо далеко. Что под капотом у Ламбы? А, ну это новенькая, да-да-да, по названию вижу, что новенькая Ламба. Она такая себе. Слушай, у тебя 30 баллов, ты выражаешься вперед, ребята. Вот такой вот Форд Раптор заряженный, прикольный, красивенький. Ну такое. Продолжаем, ребята, спаун тачек. И самое интересное, что мне-то надо отыгрываться там, потому что, в принципе, очень-очень плохо все. Так, у меня поганим. Это что? Это, это импала. Так, это, это будет интересно. Вот Дракс, кстати, я не уверен, что поедет далеко. Но, тем не менее, у меня, как бы, выбор тачек тоже, ребят, не особо жесткий. Я и сейчас не знаю. Так, ребят, мы на линии старта. Я поставил себе нитро. Это какая-то Пагани и Мола, ребят. Я такую вообще знать не знаю, если честно. Что-то новенькое. Пагани мне, на самом деле, тачки хорошие, быстрые. Да-да-да. Вот я знал. А если не поедешь, то твои проблемы. Так. Ну, слушай, неплохо смотрится Пагани. Мне это нравится оно, как минимум. Но скорости у нее, к сожалению, да, не хватает. Я бы из нее, может быть, даже и чит бы сделал. Смотрится, как говорится, прям солидненько. На такое. Типа Хуайра, но не Хуайра. С какими-то обвесами, фары только измененные, чуть-чуть передние. А по максимальной скорости у меня все плохо. Ты там начал ехать какой-как-то, нет? Плюс-минус поехал, но скорость-то вообще слабая. Ну, она, может, по наканту даст. Я, на самом деле, скорость не разогнал. Несмотря на то, что у меня гиперкар. Как бы там, ну, не особо все равно. Счетчик был 20 баллов у меня. Вижу тебя, ты очень медленно едешь. Я думаю, что она цепляется. Потому что дракстар-то такой косячный сам по себе, на самом деле. Ну, посмотрим, что покажет. Не, вообще тормозит. 260 было. Я еще такой странный звук слышал, как будто он бился от поверхности. Да нет, биения не было, но он что-то вообще не поехал. Ну да, что-то прям, как говорится, вражина в чужой личине. По 20 баллов у нас, в любом случае, ничья. Продолжаем, ребятки, спаун тачек. Давайте сделаем, в общем-то, посмотрим, что у нас получится. У меня плюс-минус уже первая тачка интересная. И семера, блин. Семера это, конечно, прям козырь. В рукавах, так сказать. Ну, бэха, кстати, неплохая вроде. У меня нейтр нету тоже. Ребят, мне кажется, я не знаю, какого-то гангстера отобрал Бьюик. Потому что, смотри, у меня там значок этот. Костет сзади, прикинь. Вместо значка. Кто-то по костет. Так. Выруливай, пожалуйста. Что-то я прям бочиной лечу. Ема. Эй, ну, спасибо. Это я тебя убрал, серьезно? Ты у меня просто в стороне. Намного далеко в стороне ты у меня был. Конечно, ты у меня. Ну, так, ладно, давайте попробуем. Да что ты у меня туда-сюда летаешь. Опять ты... Ай! Ух ты, как мне повезло, что я летел. Вперед. Так, пробиваем не тросину. Я надеюсь, Бьюик будет очень хороший. Потому что такие машины, ребята, как правило, едут. Емать он едет. 220 всего лишь я еду. 230, 240. 505, братан. На стрелках 505 причем. Емал летит только от первой улицы. Херосе. Вот это я... Емал. На 65 еду 340. Яма-Читорский Бьюик, блин. Сотка, братан. Это сотка. 220 на вылете. Чтоб ты понимал, я на сотке еду 260. Я бы еще проехал, наверное, 50. 15 я взял. Вообще жесть. Соточка с запасом 160. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли эту дугу переделать и удлинить трассу. То есть сдвинуть ее туда ближе к Чиливаду и сделать там не 100, а 200, допустим, дорожек. Потому что, мне кажется, этот Бьюик взял бы 150 вообще спокойно. Это очень жестко, ребята. Это прям экстра-экстра балл сегодня. Ну и, в общем-то, последний раунд у нас остается, поэтому отправляемся вперед. Короче, ребят, после таких черных лошадок, после таких ведер, как бы задумываешься, а зачем бы еще поехать? Кстати, Chevrolet SS упала. Плюс-минус такая же как-то выглядит машинка. Пятнаха упала, блин, мне, и еще Фиат. Но Фиату я не рад, Пятнахе тоже. Как бы такое себе. И Беха и Смус Ванта. Так, а у меня, кстати, нитро есть. У тебя нитро есть? Нету? Ну давай подождем тебя. Уже есть. Уже есть. Слушай, я очень сильно надеюсь, что этот, как бы, комарик поедет не хуже, потому что Бьюика я вообще в шоке. И не зря там кастет. Если гангстон на таких скоростях приезжает, там, на всякие перепалки, то это заслуживает прям внимания. Слушай, СС Камара едет столько же. Столько же едет. Чего? 500, братан. Чего? Ахрик. Она быстрее. 515 даже было. Чего вообще? Почему эти старые машины так едут? У них под капот там невзрачно вообще. Ну хотя у Бьюика 200 было. 200 это уже солидно. Сколько у Камара, я не знаю, еще посмотрю. Ну не, Камара тормозит сильнее. А что так-то? Да не знаю, я вообще в бахере, если честно. Две последних тачки. Ребят, что бы вы там не писали, там, смотрите, то есть ни мультиплееров, ничего нету. Чисто максимальной скорости самой тачки. Но СС Камара движком тормозит жестче. И это всего лишь 95 баллов. Когда у Бьюика было бы, ну, 150, наверное, точно. Но если не 150, то 130 по-любому. Да. Чего у тебя по скорости? Да, посмотри. 30 всего лишь взял. По скорости было 260. Понимаю. Вот, ребят, посмотрите, две вот таких тачки. Кстати, они максимально похожи. И передам, то есть, плюс-минус, походу, друг у друга слизывали разработчики машин, конструкторы, да? Да. Но, тем не менее, уж, а это Chevrolet 220 вау, кстати, киловетр в час у Chevrolet под капотом. У Бьюика меньше, но он был лучше. Вот так вот, ребят. Пишите в комментариях, какая машина вам больше понравилась. Я таких два финальных раунда вообще не ожидал. Очень интересно. Если честно, думал, что гиперкары сюда будут ездить. Да, то есть, сразу просто камбэкнулся. Сразу 195 баллов, ребята, за два раунда. Это очень сильно. И вот, мост вайты! Ну, такое. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Пока-пока, ребят.